Еще в сентябре прошлого года, когда в Украине начались вспышки кори, Минздрав издал распоряжение не пускать детей без прививок в детские сады и школы. Оно имело рекомендательный характер и местные власти сами решали, как поступить. В Тернопольской и Ивано-Франковской областях прислушались к Минздраву, в Одесской ввели карантин. Вчера он закончился. Но открылись учебные заведения не для всех. Тех, у кого нет прививки, на уроки не пускают. С родителями таких учеников пообщался Андрей Анастасов. На вынужденных каникулах одесские школьники пробыли две недели. Теперь жесткий карантин снят. Врачи говорят, ситуация с корью в городе незначительно, но стабилизировалась. За последние несколько дней новых пациентов с таким диагнозом стало поступать вдвое меньше. В общем, есть тенденция. Но давайте подождем пару дней еще, посмотрим, как будет. Будем надеяться, что это первый звоночек к стабилизации. Однако для детей есть ограничения. Тем, у кого нет ни одной прививки от кори, отныне запрещено посещать занятия в школе. Они будут обучаться по индивидуальным графикам. В большинстве случаев на дому. Педагоги уже записали видео уроки и выложили в интернет. Их можно найти на официальном сайте Департамента образования и науки. И мы думаем, что в удобном для семьи режиме каждый ученик наших одесских школ сможет воспользоваться этой ситуацией. Учителя говорят, будут записывать ролики по мере изучения нового материала. Правда, насколько прилежно дети будут учиться по видео, вопрос риторический. Здравствуйте, дорогие друзья. Тема нашего урока состав слова. Мы сейчас столкнулись с такой ситуацией, что современное молодое поколение лучше понимает компьютер, чем живого учителя. С такой позиции не согласна Мария, мать 9-летней Маши. Девочка аллергик, поэтому прививку от кори ей не делали. Но в школу администрация ребенка все равно не пустила. На вариант с видеоуроками родители не согласились. Им предложили альтернативу – уроки после общих занятий. Объяснили тем, что это будет ребенок приходить в обговоре на существительное время. И учитель в индивидуальном порядке будет ей объяснять пройденный материал, то, что они проходили с детьми в школе. Куда сложнее с детскими садами. Там никакой альтернативы не предлагают, жалуется Елена, мама Дарины. Девочку не вакцинировали по медицинским показаниям. Теперь женщина вынуждена сидеть с ребенком дома. Я не могу из этого работать. Я мать-одиночка, мне надо работать. У меня нет дедушек и бабушек, у меня родители в Харькове живут. Как долго продлится такой запрет, никто не знает. Всего в Одессе к занятиям в школах и детсадах сейчас не допущены 3000 детей. Родители некоторых уже готовят коллективные иски в суд. А в пятницу готовы выйти на пикет к мэрии. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса.